привет дорогие подписчики серферы бездельники телерадиослушатели вы у меня на канале я юрий романенко и буду краток потому что я опять коснусь ситуации с владимиром цемахом или цемахом не знаю как точно боевиком которого наши спецслужбы значит захватили на оккупированной территории в ордло перетащили сюда и который начал фигурировать как потенциальный подозреваемый или свидетель ну вот сегодня звучали формулировки подозреваемый в деле по уничтожению малазийского боинга мч-17 2014 году и вот эта вся ситуация которая начала очень дурно попахивать она в как знаете в таком такой призме выпукло показала вообще все проблемы украинской государственности украинского государства которые ну заставляют не очень серьезно к нему относиться не только там наших сограждан те которые вот украинцы которые живут здесь давно все хорошо знают какие у нас институты точнее говорят их отсутствие но и самое главное наши внешние партнеры особенно западные партнеры потому что если вы не постил у себя на фейсбуке такой пост который дополнил вот вчерашний комментарий расшифрованный оперативно и получился такой неплохой текст и вот я разовью дальше те мысли которые там прозвучали смотрите мы на весь мир раструбили что провели успешную специальную операцию и затащили этого боевика то есть давайте говорить о картинке как это все выглядит помните в боссе в первой части первой серии первого сезона который к сожалению было всего 2 жена мэра подозвала подрядчика после того как местный журналист увидел что при сдаче школы там где-то в каком-то закутки ремонт о котором все рассказывали с таким с большой помпой что вот сейчас наши дети тут будут учиться все будет отлично так вот что ремонт был проведен недобросовестно и где-то там шпалеры какие-то откололись там да вот что такое и жена мэра подошла к ним и говорит слушай мы все знаем как важно соблюдать наши интересы но в данной ситуации меня интересует меня не интересует что вы там делали как в этом делаете меня интересует как это все выглядит потому что видимость картинка определяет реакцию так вот видимость этой ситуации она определяет то отношение которое либо уже сформировалась либо формируется по ходу либо сформируется в будущем у наших западных и незападных партнеров ну и также и у значительной части населения и так смотрите вот какая есть картинка что украинское государство предприняло определенные усилия по захвату этого боевика эти усилия требовали ресурсов затрат в том числе и потерь то есть погибли люди погиб человек как минимум один который участвовал в этой спецоперации дальше украинское государство лицами лицо в лице представителей там самых различных спецслужб политиков и так далее пафосно все что подхватили там дальше блогеры все начали говорить о том как это было круто что мы захватили ключевого там свидетеля подозреваемого что это ценный источник информации который позволит наказать агрессора да вот и ура ура все как всегда все дружно визжат друг агрессор начинает естественно интересоваться этим товарищем и он начинает фигурировать как человек которого бы неплохо было бы обменять в рамках грандиозного обмена пленными который назревает и который ведется там через переговоры между кремлем и банковой и вот говорят что 7 числа что-то должно произойти 7 сентября в который раз потому что уже были сливы которые скажем так потом не подтверждались и обмена срывались уже неоднократно и соответственно москва заинтересовалась этим человеком и сказала что без него но якобы сказала что без него ничего не будет что начинает делать украинское государство оно попадает неприятную ситуацию потому что на него начинают нависать наши партнеры из европы нидерланды те же самые десятки там 40 человек по моему евро депутатов попросили чтобы украина передала этого цемаха в нидерланды сегодня появилась новость о том что следственная группа из нидерландов уже неделю ошивается в киеве я так понял что они не допросили его до сегодняшнего момента почему-то по какой-то причине и украина хоп выпускает суд вчера самый справедливый украинский суд вчера выпускает из-под стражи ну пока что принято решение что выпускается из-под стражи но насколько опять таки я понимаю его еще не выпустили что на особых каких-то условиях под какие-то личные обязательства гражданин украины подчеркиваю гражданин украины не россии должен быть выпущен и ну как говорится все идет медным тазом потому что мы выглядим как минимум тупо поскольку правительство нидерландов просила нас чтобы мы этого не делали она очень удивилась они официально сказали что у них есть вопросы к украине после этого по ходу мы начинаем искать какие-то аргументы почему от от представителей и слуги народа идут комментарии что дескать он не такой же важный свидетель я там по своим источникам тоже прошелся там и мне тоже начали там говорить о том что ну на самом деле он оказался не таким уже важным вот и в общем-то поэтому не так уж и страшно и вот у меня такое впечатление что мы просто обосрались вы просто обосрались потому что в опи вот вот в чем проблема украинской политики потому что всегда надувается вот этот пузырь пузырь перемог что при порошенко что при януковича было что при ющенко любили этим решить во всем вот при всех президентов и и при зеленском не исключение потому что сорванный накануне обмен пленными уже тому подтверждение когда поспешили слить поспешили заявить поспешили обосраться так вот надуваются эти перемоги потом оказывается что полная херотень и теперь по факту мы оказали ситуацию что действительно этого цемаха могут отдать и вот я вчера говорил о том что это повлечет там дилемма для зеленского какую-то ответственность т.д. и т.п. и я понимаю что в краткосточной перспективе зеленский может отлично от этого выиграть потому что уже сейчас там фейсбук лоша раскололся что думать нужно о живых а не о мертвых я тоже согласен с этим тезисом да думать нужно о живых я не мертвых нужно дружи нужно также думать и о живых в будущем и нужно думать от от о том как может возникнуть такая конфигурация в мировом раскладе в региональном раскладе когда как бы с украины не повторилась судьба польши 39 года потому что мы сейчас находимся в очень близком статусе ну вот находимся скажем так геополитически там до с точки зрения участия в раскладах мировых вот мы где-то в таком статусе находимся до такой себе лимитров который там на перри на периферии каких-то договоренностей и которых хочется поделить ресурсы которого хочется получить крупными игрокам так вот мы должны избежать такой ситуации в том числе за счет активной дипломатической позиции когда нас будут делить и когда за нас будут решать нашу судьбу и защита будущего нашего в том числе возможно недалекого будущего это не менее важный приоритет чем защита живых которые сегодня они мертвых которые погибли вчера за нашу украину понимаете но логику мы понимаете да и вот самое опасное что может быть в этой ситуации с этим цемахом следствия какие что в принципе украина уже достаточно много накосячила в лице особенно там при порошенко когда трендели 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 вот это трендюш который ничем не заканчивался вызвал разочарование объективно имеющиеся интересы тоже европы относительно россии они играют свою русские экономически очень серьезно проникли в европу ни для кого не секрета все считают все есть процветающие нации они умеют считать и поэтому их не интересуют абстрактные разговоры про демократию где-то там в африке тоже кто-то любит демократию но когда доходит до дела то все закрывают глаза на резню там в руанде то же самое до 94 год 800 тысяч человек вырезали за три месяца и демокроматический весь демократический весь мир наблюдал там за этим цокали языками говорили боже боже как плохо и так далее и в конечном итоге там это все становилось только спустя три месяца из-за того что местные там развернулись как бы там да не буду ходить в этот конфликт между хуту и тутси и короче говоря убрали этих каннибалов назовем их так и и что вот эта ситуация очень хорошо показала что когда не задеваются какие-то большие интересы большие интересы стран корпорации там и так далее то в общем то никто не хочет тратиться на какую-то периферийную историю не попадающая вот фокус внимания и самое страшное это казаться вне фокуса внимания то ли в силу отсутствие экономических интересов то ли в силу долбайбизма по другого у меня слова нету аборигенов которые стали унылые и скучные все понимаешь это такой токсик лучше не связываться там да вот диванович отсюда посол сша уехала наверно прокляла то день когда она сюда приехала и многие послы запада не сюда не хотят ехать уже потому что понимаешь вот это говно которое здесь постоянно вот она набухает какими-то гроздьями гнева вот она там что-то этот булькает 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 взрывается мини сенсацией а потом от этого всего нужно вот так вот оттираться и вот самое страшное для украины в этой ситуации это в том что ну в очередной раз все удостовериться что в принципе нахер с ними связываться а еще страшнее будет для внутреннего пользователя вывод потому что масса людей которые там мыслят патриотически не задаются вопросом а какого хера мы это все делаем зачем мы защищаем вот это вот вот это непонятно что государство которое в любом вот вот те офицеры там эти солдаты которые участвовали спецоперации которых погнали туда за то чтобы как мне говорили кто-то там из генералов получил звездочку за удачно проведенную операцию и пропиарился и при этом нельзя же исключать другой еще ситуации что а если действительно этот чувак ничего не значит этот цемок да и его просто залили как это часто русские умеют делать залили как приманку для того чтобы скормить и для того чтобы подвесить украину вот на такой диетический крючок хотя я в это не верю особо там да потому что русские тоже там своих идиотов хватает и там тоже на авось как показал солсберийский шпиль идиотизма там хватает более чем вот но по факту же ведь это мощнейший не стимулирующий наоборот вызывающий деградацию отношения государству государству у нормального человека потому что он просто демотивирует вот этот случай он просто демотивирует гражданина от того чтобы участвовать активно там в в жизни государства в том чтобы ему помогать в том чтобы заниматься потому что по факту оказывается что какой то идиот либо группа идиотов либо целые институты идиотов они сливают плоды многочисленных усилий там сотен тысяч десятков тысяч людей просто потому что у них нет масштаба в понимании ситуации или или просто потому что ситуацию довели до такого идиотизма что приходится выбирать из из большего зла и меньшего зла и любой любой выбор является приводит сукцвану то есть ухудшению твоих позиций и вот сейчас зеленский оказался именно в такой ситуации и при этом ему действительно нужно делать этот выбор который по факту будет непростым и который по факту как мне кажется будет в пользу того чтобы отдать этого цемаха получить краткосрочную победу и дальше получить тот шквал критики который он получит и пройдет время уже об этой истории под забудут им и так далее но осадок то останется и может быть это будет последний случай когда кто-то отвернется от государства украинского и ему перехочется помогать когда возникнет необходимость в следующий раз вот что самое страшное во всей этой ситуации понимаете потому что все эти высокие расклады о которых я говорил это одно но когда демотивируются свои собственные граждане вот это самое страшное потому что не веря в собственное государство оно было причиной поражения украинского государства неоднократно в прошлом и нормальное государство нормальные политические лидеры не должны избегать такой ситуации когда появляется неверие наоборот нужно окрылять людей примером подвигами поступками которые мотивируют их на то чтобы совершать значимые для общества для общего интереса действия вот такая вот грустная мораль на этом все подписывайтесь ставьте лайки но не дизлайки комментируйте и как всегда пусть у хороших людей все будет хорошо несмотря на действия идиотов у плохих людей в конечном итоге пусть все будет плохо пока всем хороших выходных